МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда ожидали выход подзаконных актов, думали, что это будет, как всегда, в нашей Российской Федерации размазано где-нибудь на полгода годик. Но получилось так, что ВСТЭК хорошо поработал, и то, что мы ожидали, может быть, к лету, появилось в феврале. Поэтому какой фон у промышленных предприятий, компании, которые будут реализовывать эти требования? Первое, то, что бюджеты годовые у компаний, как правило, закладываются в конце года, это ноябрь-декабрь, и на реализацию 187 ФЗ каких-либо денег серьезных, я думаю, вряд ли кто-либо заложил. Это, к сожалению, данность, которую мы имеем в виду. Почему? Потому что все думали, что подзаконные акты, которые определяют уже более конкретизируют требования, будут приняты где-нибудь там в 2018 году. Но получилось все, как всегда, наоборот. Поэтому многие компании должны будут принять меры и изыскивать какие-то резервные фонды, средства для реализации требований в плане закупки оборудования, ПО, ну, найма персонала или найма услуг консалтеров. Второй фон – это то, что цель все-таки любого предприятия, коммерческой организации – это прибыль, но никак не информационная безопасность. Поэтому с этим надо смириться, это было, есть и будет, и доказывать весь год о том, что вам нужно столько-то денег на реализацию вот этого замечательного закона, ну, придется это делать практически усердно, достаточно обоснованно и аргументированно. Так что надо быть к этому готовым, к сопротивлению бизнеса, требованиям, ну, грубо говоря, выбивания бюджета. Так, теперь, сейчас я вот немножко покажу вам те требования, которые должны быть к объекту, значимому объекту КИ с точки зрения требований безопасности по проекту 239 ФЗ. Почему я его сюда включил в этот доклад? Почему? Потому что каждый объект значимый должен быть реализован, то есть требования безопасности, пункт 17, да, если вы видите достаточно обширные мероприятия, которые вы должны будете реализовать. Вот на это все, естественно, потребуются и денежные средства, и определенные подготовка организационно-распределительной документации, объем достаточно большой. К этому надо готовиться. Поэтому вот я здесь пометил два заключения, да, аргументированных о том, что в 2018 году от субъекта КИПа требуются значительные силы и средства для выполнения всех требований. То есть чем больше значимых объектов у вас будет, тем больше финансовых и людских затрат на оборудование, ПО, квалифицированный персонал и услуги у вас будет. Имейте это в виду. Это для тех, кто захочет наплодить у себя объектов в КИИ значимых и, собственно говоря, их каким-то образом защитять. Учите, каждый объект потребует финансовых выливаний. И второе. Интересы бизнеса и требования 187 ФСС скорее всего будут войдут в некое противоречие. Это я уже говорил. При этом следует отметить, что по 239 приказу… Работает, нет? Вот эти требования должны быть реализованы на всем жизненном цикле объекта. Как только вы приступили к его созданию, такое вполне возможно, я объясню, почему. Уже это должно быть заложено изначально. Категорирование осуществляется субъектом КИИ, которым ему принадлежат. Здесь какие нюансы, аспекты есть? Первое. Право собственности. Здесь, если мы обратимся к ГРФ, это государственное, муниципальное, частное. Соответственно, право собственности скорее всего надо будет каким-то образом подтвердить, обратиться к той документации, которая есть в наличии у вас. Это либо купли-продажи, либо поставка, аренда и все остальное. Право аренды, да? Включая субаренду, скорее всего. И иное законное основание. Здесь подразумевается, скорее всего, право оперативного управления, хозяйственного виде, нахождение в доверительном управлении. Какие здесь есть нюансы? Первое. То, что в холдинговых структурах часто бывают такие конструкции, когда оборудование ПО берется в аренду у какого-то другого лица. Имейте это в виду. Это достаточно такой интересный момент, с которым придется вам столкнуться. Поэтому проверяем документацию всю, вплоть до поставки ее на бухгалтерский учет. Потому что каждое оборудование, ПО, которое будет обслуживать, обезначим объект КИИ, оно должно быть поставлено на, собственно говоря, бухгалтерский учет. Там ПО, по-моему, 97-й счет, это расход будущих периодов, а оборудование серверное, сетевое, электросвязь, это все, скорее всего, основные средства будут. У них и у всех есть инвентарные номера. Далее. Категорируемые подлежат объекты КИИ, которые обеспечивают. Управленческие, технологические, производственные, финансовые. И иные процессы. Вчера вот здесь затронули этот момент, но никто как бы особо не акцентировал внимание, что же такое управленческие, что такое технологические, производственные. Это более-менее понятно, финансовые понятно, это банки, конечно, у нас. Управленческие, да, то есть это как вариант, можно здесь рассмотреть конструкцию, когда управляющие сигналы, назначенные объекты КИИ, идут из корпоративной системы ERP. Такой вариант вполне возможен, если у вас современное производство, подчеркиваю, современное, когда задача по управлению производством состоит чуть ли не вот таким образом, когда генеральный директор или управляющий хочет видеть, что вы по кнопке мыши из корпоративной сети регулируете выпуск продукции. Вот здесь, кстати, этот момент может быть. Здесь, скорее всего, это и заложено. Далее. Кратко о порядке категорирования. Здесь у нас 6 пунктов. Это определение процессов, это выявление управления технологических, производственных, финансо-экономических и иных, нарушение которых может привести к негативным последствиям. Здесь идет привязка, то есть здесь некая, должна быть логическая связь, да? То есть нарушение, прекращение к негативным, и дальше идут, собственно говоря, где, в каких сферах? Социальные, ну то есть критерии значимости уже пошли. Социальные, политические, экономические, экологические, и для обороны страны, безопасности государства. Причинно-исследственная связь должна быть налицо. Далее. Определение объектов, которые обрабатывают информацию, необходимую для обеспечения критических процессов, осуществляющую правильный контроль и мониторинг критических процессов. Формирование перечня. Это вот тот пункт, который говорит нам о том, что когда мы его сформируем, мы должны его утвердить и в течение пяти дней отправить в стэк. Здесь еще у нас с вами есть момент, связанный с согласованием по подведомственности, о котором вчера господин Лютиков говорил. И мнение у профессионального сообщества здесь определено тем, и на том, что все-таки подведомственность это структурная подведомственность. То есть агентство подчинено какому-то федеральному министерству или ведомству. Ну то есть скорее всего такая конструкция. Но вчера господин Лютиков оговорился о том, что может быть подведомственность в виде ведения, да, то есть допустим Минпромторг ведает у нас промышленность. И вот как он решит, надо согласовывать или нет, у него какая-то своя позиция появится, то есть это надо будет учесть. Появится она или нет, надо это будет мониторить. На всякий случай я вот здесь вам указал постановление правительства 438, да, о Минпромторге, где там написано все его полномочия. Далее пятый пункт, оценка соответствия с перечнем показателей, значимости масштаба возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на объект КИИ, да, оценка, и шестой пункт присвоения. Здесь у нас с вами рождается некий документ в виде акта, который в течение 10 дней мы с вами должны отправить в Австек. на самом деле категории значимости 4, ну, де-факто, Потому что 4 это отсутствие какой-либо категории, и ее также надо отправлять в Австек, то есть заявляться о том, что у вас ничего нет. Потом это все будет проверяться. Так, важный аспект, который надо учитывать при расширении категорирования. В отношении объекта КИИ создаваемо в рамках создания объекта капитального строительства. Категория значимость определяется при формировании заказчикам, техническим заказчикам или застройщикам требований к объекту КИИ с учетом имеющих исходных данных о критических процессах. Для создаваемого объекта критической инфраструктуры категория значима может быть уточнена в ходе проектирования. Здесь речь идет о том, что все, кто сейчас на предприятии приступили к строительству цехов, оборудования или расширения производства, имейте в виду, что как только вы это начали, у вас уже требования по реализации 187 ФЗ возникают. Поэтому надо уже сейчас перелопачивать всю проектную эксплуатационную документацию на новые объекты. Имейте это в виду. Так, кто проводит категорирование? Здесь у нас 5 пунктов. Здесь я их, как видите, изложил. Это руководитель субъекта, управляющий директор или генеральный. Или уполномоченный в лицо. Вот здесь слово «уполномоченный» выглядит, либо это приказ генерального директора будет уполномачивать кого-либо. Скорее всего, какие могут быть варианты. Учитывая модели SWEEP, когда ИБ подчинено в составе СБ, когда ИБ в составе IT и ИБ отдельное подразделение, здесь могут быть варианты, кого лучше назначить ответственным. Соответственно, желание все это спихнуть на какого-то главного специалиста по информационной безопасности не получится, потому что у него и полномочий не хватит, и может быть каких-то навыков, потому что это процесс, который реализовать может хороший управленец. Это не уровень специалиста, это уровень управленца. Поэтому, скорее всего, здесь может быть кандидатура, это руководитель IT, руководитель СБ, главный инженер может быть. Так что, собственно говоря, на вашем предприятии придется это определить. Естественно, будет сопротивление, не каждый из руководителей захочет это на себя взять. По доверенности. Почему я сюда это поставил? Иное полномочное лицо. Возможно ли здесь поручить реализацию данного закона сторонней организации? Ну, к примеру, консалтерам. Тоже вопрос. Здесь уже, скорее всего, надо по доверенности делать. По доверенности здесь еще почему? Потому что, если вы, руководитель, которого вы назначите полномочным лицом, будет взаимодействовать с органами власти в ходе реализации 187 ФЗ, а когда это будет? Через три года? Когда придут с проверками, да? И, скорее всего, будет затребование документации, объяснений какие-то, то лучше, конечно, ну, постраховаться и подготовить некую доверенность на представительство перед третьими лицами. Далее. Работники субъекта, являющиеся специалистами в области исполняемых функций. Это эксплуатация. Далее. Работники субъекта Киева, на которые возложены функции по обеспечению безопасности. Это безопасники. Пункт Г. Работники подразделения по защите гостайны. Здесь все понятно. И работники структурного подразделения по ГОЧС. Как видите, контингент достаточно обширный. Так, время уже истекает. Значит, кратко показали показатели критерий значимости. Их всего пять, но каждая имеет ряд параметров. Социальная значимость пять, политическая – два, экономическая – три, экологическая – один. И значимость для обеспечения обороны – три параметра. Наиболее распространенной, что может быть? Мы провели в конце прошлого года пилотное категорирование по проекту вот этому. И наиболее часто встречающаяся на предприятиях получилась социальная значимость – это параметр первый, причинение ущерба жизни и здоровью. И экологическая. Экономическая под вопросом, почему? Потому что… Что, нажать? Да. Я еще немножко, буквально, минут пять возьму. Экономическую надо считать. Почему? Потому что там процент от недостачи в бюджет идет, а так как мы знаем, что предприятие любит оптимизировать свои доходы, то эта сумма достаточно может быть резиновой. По социальной значимости. Имейте в виду, что причинение жизни и здоровья, да, у нас это коррелируется с техникой безопасности, с промышленной безопасностью. То есть привлекать сюда придется еще представителей, которые занимаются этим процессом на предприятии. Соответственно, любая небольшая травма, которая коллерируется с объектом КИИ, она уже говорит о неком инциденте. Имейте это в виду. Далее. Какие производственные части структурные элементы предприятия вероятнее будут всего скатегорированы? Вот здесь я попытался с детализировать наиболее типичный объект КИИ, значимый. Это производственные цеха и помещения, где эксплуатируются объекты КИИ, отвечающие за выпуск продукции, оказание услуги, либо из основной части, в общей технологической сцепи, выход из строя которых может причинить вред жизни и здоровью одному или более работнику. Практически, если мы берем 11 сфер, в которых объекты КИИ, это достаточно такой показатель очень интересный. Например, сталь-литейное производство, химическое производство, цеха с высоким показателем электромагнитных излучений, цеха с подвесным, компьютеризированным, крановым и самым оборудованием. Это все из практики. Помещение специализированной обработки продукции, кислотной травлильни, обработка вредными газами, химикатами, помещение с взрывоопасными веществами, соединениями и агрессивными средами, кислородные станции, подача газов и так далее. И помещение с автоматикой сети электросвязи, обеспечивающих производство электроэнергии, либо прилегающие социальные объекты. Привет городообразующим предприятиям. Если через ваши предприятия проходят линии ЛЭП, силовые, на социальные объекты, прилегающих зданий и жилых комплексов и социальных объектов города, тоже имейте ввиду, что этот момент будет у вас. Так, по поводу времени, сроков. Феномен 23 февраля вчера нам объяснили, но тем не менее, никаких четких указаний по срокам в 127 приказе нет. и желание все сделать быстро, быстренько сделать перечень процессов отправить ОСТЭК, вречет вот что. Как только вы отправили, у вас начинает течь годовой срок. Если вы в марте это сделали, то будьте готовы, что к марту следующего года вы должны закончить. Но вступит, скорее всего, в силу 239 приказ, который как раз потребует от вас уже иметь наличие, то есть начинать реализацию требований уже к объекту, как к эксплуатации. То, о чем я ранее говорил. Поэтому успеете ли вы в этот год это сделать? Еще под вопросом, это я возвращаюсь к бюджетам, которые не предусматривают у многих компаний реализацию таких серьезных затрат. То есть за год предприятию надо успеть привести всю нормативную базу. Это тоже немаловажный момент. Почему? Потому что лопатить придется очень много документации своей и вводить новую. В соответствии с требованиями 187 ФЗ определиться с персоналом, ответственным за реализацию, внести необходимые изменения в должностные инструкции, это обязательно, и положение о подразделениях. Создать комиссии по категорированию, определиться с перечнем объектов, отправив его на согласование, сформировать каким-то образом бюджет на реализацию требований безопасности и определиться с необходимостью привлечения специализированных организаций, интеграторов, которых мы очень любим, уважаем, и которые, я так подозреваю, захотят нам очень сильно помочь в этом, естественно, не бесплатно. Поэтому, помимо интеграторов, к нам еще захотят помочь любимые консалтеры из большой четверки учтить этот момент. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...